Успокойся, папа, я читаю идиота уже не за велосипед. Я в церковь хожу тогда, когда я хочу. Я глупо, суеверен. Вот это хамство. Вот это просто хамство. Почему я должен фотографироваться с незнакомым человеком? Только лишь потому, что я снимался в кино. Может быть, вы не с RTVI, может быть, вы из канала НТВ или из экспресс-газеты. У меня много камней, которые я пульнул бы в сторону молодежи. Условия игры я их обозначаю. Пользовался методами подкупа. Эта история ради того, чтобы заработать деньги. Да, моя фильмография очень большая. Я просто имею счастье заниматься двумя разными видами искусства. Я Сергей Гармаш. Много лет проработал в драматическом театре. Потом наступила у меня такая пауза. Я ушел из театра и работал в кино. И сейчас изредка, когда есть свободное время, работаю в кино. Правда, что Конюхов не взял вас в путешествие? Дело в том, что я не мечтал быть артистом. В юности я мечтал быть моряком. И я с четвертого класса занимался парусным спортом. И невероятно любил этот парусный спорт. И даже был такой момент, когда уже закончил театральное училище, работая в Херсонском театре «Кукол», мы выиграли одни соревнования. Я хотел бросить навсегда театр и уйти в спорт. И моя мама уговорила меня этого не делать. Поэтому в одну из наших встреч, а встреча эта происходила на премии Владимира Высоцкого «Своя колья», я сказал Конюхову, говорю, знаешь, я до такой степени это люблю с детства, что я бы просто пошел, вот матросом палубу тебе мыл бы, я бы договорился с Галиной Борисовной пойти бы с тобой в какую-то крогосветку. Он так улыбнулся, сказал, замечательно, видишь ли, моя фишка заключается в том, что я один. В 2020 году вы ушли из «Современника», объяснив это тем, что в театре сложилась чудовищная ситуация. О чем речь? Послушайте, это не является тайной, но это совсем не тема для сегодняшнего интервью. Мне не очень хотелось бы, потому что в двух словах я говорить об этом не буду. Уберла Галина Борисовна, пришел на руководитель, и для того, чтобы полностью ответить на этот вопрос, давайте придумаем для этого какое-нибудь другое интервью. Театралы на киношников смотрят свысока. А вы как? Это два совершенно разных вида искусства. Совершенно. Где есть общие моменты, такие как текст, костюм, грим. Все. На этом все. Понимаете? Весь процесс спектакля и фильма до такой степени отличается. Ну, скажу вам простые вещи, что фильм никогда не снимается последовательно. Фильм может сниматься долго. Спектакль репетируется последовательно, от первой до последней сцены. И играется, проживаешь. А тут ты играешь на второй съемочный день финал фильма. А тебе потом нужно в своей голове смонтировать, а каким же ты будешь в начале этого фильма. Поэтому это абсолютно разные вещи. И скажу вам так, что есть даже для меня, скажем, вещь, достаточно загадочная. Я ее не могу для себя объяснить. Честно. Нет тут никакого кокетства. Вот сама атмосфера театра и атмосфера съемочной площадки. Может быть, загадка находится здесь. Но до такой степени отличается, что... Ну, вот представьте себе, сейчас в кино достаточно жесткие и непростые, тяжелые графики. Вот. Эти графики увеличиваются. Раньше, скажем, когда я начинал сниматься, они были очень лояльными. Норма выработки – три минуты в день. Ну, это изумительно. Это очень много времени для того, чтобы порепетировать, поговорить, подумать, вот, попробовать, снять больше дублей. Сейчас норма выработки очень выросла. И вот понимаете, как, допустим, скажем, берем мы, возьмем сцену из Вишневого сада, которая длится там пять минут. И вот мы садимся в театре, читаем ее. Одну репетицию, вторую. Можем три-четыре читать. Потом говорим, потом разбираем. Потом к ней примериваемся, к этой сцене. Потом мы встаем на ноги. Еще даже не в декорации, а в выгородке. Пытаемся что-то делать на ногах. Режиссер начинает разводить какие-то мизанцены. А представьте себе, эта сцена снимается в кино. И вот сегодня она стоит в плане. И в эту сегодняшнюю 12-часовую смену она будет снята. И вы знаете, не всегда плохо. Иногда, может, даже и очень хорошо. И ты думаешь, ну почему нельзя вот так вот? Раз, один день в театре, и сцена готова. Нет, почему-то не получается. Другой вид искусства, понимаете? Другой какой-то у тебя внутренний импульс, другой настрой. И это интересно. Я просто имею счастье заниматься двумя разными видами искусства. Просто мало того, что мне не интересно, раз мне то, чего у меня не хватает, скажем, в театре, или этого нет в театре, я нахожу в кино. И совершенно наоборот, то, чего не хватает в кино, наверное, нахожу в театре. Вы как-то признались, что хотели бы сыграть в кино слабого и беззащитного человека. Зачем? Я сейчас могу это сказать, что я хочу. Я не играл много таких героев. Но последняя моя роль в театре современник, это больной человек, человек с деменцией, с очень сильной, достаточно слабой, хотя в чем-то может быть и взрывной, но достаточно слабой. Так что это был первый момент, где сбылись мои желания. Но я много сыграл людей жестких, сильных, волевых. Поэтому мне и хочется попробовать что-то другое. И потом, ну и что, что, если я для вас в жизни произвожу впечатление вот такого крепкого, прям сильного и размашистого мужика. Ну, мне же самому интересно пригласить вас и показать, посмотрите, я сыграю одинокого, беззащитного человека. Попытаюсь. Вам же будет интересно. Почему вы согласились сыграть бывшего священника в «Утомленных солнцем 2» Никиты Михалкова, а настоящего в «Острове» Павла Лунгина отказались? Вы знаете, я прочитал сценарий, встретился и сказал, что я не хочу этого делать. Во-первых, что я глупо суеверен. В чем это суеверие? Ну, не в каком-то страхе, а в том, что, ну, все же, мне всегда казалось и до сих пор, наверное, кажется, это такая достаточно большая ответственность играть такую роль и надевать на себя костюм священника. Ну, может, это какие-то мои тараканы. Можно и так даже ответить. Я думал тогда о том, что можно и прожить жизнь, не сыграв священника. Понимаете, такого, чтобы прям я не до такой степени верующий человек. Я верующий человек, да, но не религиозный. Я в церковь хожу тогда, когда я хочу. Вот когда хочу, тогда иду. Я почему-то не почувствовал эту историю, так как надо было бы ее почувствовать. Мне персонаж, которого сыграл Петь Мамонов, показался неправдимым. Но слушайте внимательно. Я так сказал Лунгину. Говорю, человек, которого обуяла какая-то гордыня, какое-то очень такое неестественное придуманное поведение, чуть ли не какое-то шутовство. Он говорил мне, ты вообще с головой почитай внимательнее сценарий. Я говорю, да я читал. Многое мне понравилось, а это мне не нравится. Я тебе говорю, выпью кровь. Просто выпью кровь. Я правда, я не чувствую, что я этого хочу. Меня вот как-то так не зацепил этот персонаж. И вот Лунгин снял картину. Помню, что на премьере в октябре я сидел рядом с Никитой Сергеевичем Бихалковым. Мы сидели, не проронив ни слова за весь фильм. И увидев картину «Остров», я был потрясен тем, как все мои, скажем, противоречия в этой роли, недочеты Лунгин передо мной закрыл. Ну, просто вот так вот. Мне безумно понравилась картина. И безумно понравилась, как сыграл Мамонов. Ну, и что вам сказать в конце? Так как Мамонов я не сыграл бы. Была бы это моя роль, да, я ее сыграл. И, может быть, даже был бы отмечен чем-то. Но так, как Мамонов, нет, не смог бы. Он больше подходил к этому, к этой роли. Поэтому будем считать, что так Бог управил. Пожалуй, чаще всего в кино вы играли сотрудников правоохранительных органов. Почувствовали ли вы особое отношение со стороны настоящих полицейских исследователей? Ну, слушайте, это не так интересно. Эти бонусы даже, вы знаете, сильно меня испортили. Ну, допустим, очень многие нарушения. Лет шесть-семь назад сотрудники ГИБДД могли мне простить просто за автограф, за рукопожатие, за пару слов, за улыбку. Простить, так закрыть глаза. А теперь, когда я был вот этим вот прощением избалован, камеры они не прощают. Вот, конечно, когда ты известный артист или лицо твое известно, ну, да, я иногда не скрою от вас, могу этим воспользоваться. Я стараюсь сделать это невероятно деликатно. Ну, вот, скажем, не так уж давно. У меня было мало времени, но мне нужно было прийти в МФЦ и там наладить в телефоне мои госуслуги. Там была огромная очередь. Меня просто пропустили, предложили, я поблагодарил людей. Ну, да, я воспользовался вот этим. Вот это бонус. Вам нравится популярность? Мне нравится, наверное, слово популярность в смысле того, что если какая-то работа сделана, и она действительно сделана хорошо, и она действительно имеет отклик у зрителя. и они о тебе. Вот в таком контексте, да. Я не буду вам брать, что я хожу прямо вот так вот скрываюсь, но, честно говоря, я не очень ловко себя буду чувствовать, если мы вот с вами сейчас пойдем прямо выйдем на пляж и станем делать это интервью, гуляя по пляжу. Нет, я не буду себя ловко чувствовать. Это приятно, что люди тебя узнают, улыбаются. Но это неловко. Принято подходить и просить сфотографироваться, что я считаю плохим очень признаком, моментом таким нарциссизма. Нарциссизма и с той стороны, с вашей. Если вы говорите, давайте с одной сфотографируемся, я этого не делаю категорически никогда и ни с кем. Не делаю это по убеждению. Во-первых, потому что это не люблю. Во-вторых, считаю, что ну это... Ну вы же не ходите по улице и не фотографируетесь с незнакомыми людьми. Почему я должен фотографироваться с незнакомым человеком? Только лишь потому, что я снимался в кино? Ну почему? А во-вторых, бывает и достаточно часто бывают, особенно в кино такие ситуации, когда это кино связано с огромным количеством массовки. Если ты сделал это один раз, вот, проверено, как бы. Захочет следующий человек следующий, и тогда уже нужно это делать до конца, до самого последнего человека. Пусть их там будет хотя бы сто. Потому что сказать на пятом человеке все достаточно, вот это хамство. Вот это просто хамство. Говорят, во время съемок кино вы не смотрите, как получился дубль на мониторе. А почему? Послушайте, во-первых, когда я начинал сниматься, мониторов не было. Вот. Сейчас, да, я к монитору не подхожу. И это убеждение. Это не то, что я такой, знаете, консервативный, вот, работаю по старинке. Нет. Я могу подойти к монитору. Если вы к режиссеру, попросите меня, послушай, посмотри. Вот видишь? Вот картинка. Вот здесь. Вот тебе нужно здесь по географии пройти вот так вот. Вот когда это технически вам нужно будет мне обойти, я подойду, конечно, и гляну. Но сыграв дубль вот с вами, тут же побежать и посмотреть у тебя, это сразу минус. Это сразу минус. Не нужно смотреть на себя, потому что, понимаете, ты не можешь себя видеть объективно. Когда ты себя видишь в зеркало, это одна история. Когда ты себя видишь через линзу, это совершенно другая история, потому что в этой линзе есть манья. Какая? Не знаю, но есть. Это вредно еще потому, потому что получать уверенность от того, что вот да, вот точно, я сейчас точно... Это неверно. Ее нужно без монитора, эту уверенность иметь, что ты сыграл. Не знаю, может быть, все-таки это выработалось во мне, потому что мои учителя и мои первые режиссеры работали без мониторов. И, ну, как бы, гарантией того, что снято, были просто слова режиссера, который говорил, да, это снято, а не то, что ты пошел и посмотрел. Ну, и потом, знаете, как вам проще еще что-ли привести? Вот подходит человек к монитору, и тут сидят вокруг люди. Мы играем, допустим, какую-то с вами смешную сцену, и кто-то засмеялся. И актеру кажется, ух ты, засмеялся. Значит, наверное, здорово я это сделал, действительно смешно. Но я засмеялся только один или два, а смотрел и десять. Так что не факт, что смешно. Это опасно. В скольких и каких именно фильмах вы снялись только из-за денег? Огромное количество. Ну, как вам сказать, это я сейчас так говорю, чтобы вот прямо изначально я вот начинал сниматься и понимал, что, ну, это просто заработок. Я понимаю это сейчас. Вот сейчас, скажем, когда, а вот, скажем, для того, чтобы получить удовольствие, или чтобы это, ну, еще больше того, знаете, стало частью твоей жизни, то нет. Вообще, я вам скажу так, моя фильмография очень большая. Это там цифра 200, наверное, переползет чуть-чуть дальше. Название, причем, в эту цифру не будет, допустим, входить 60 серий сериала Каменская. Вот. Она будет входить одним словом Каменская. Так устроено и вообще искусство в целом. Никогда в искусстве не бывает хорошего больше, чем нормального, среднего или плохого. Поэтому я всегда на своих творческих вечерах говорю, вы знаете, что-то остается деньгами в твоем кармане. Ну, и слушайте, между прочим, честно заработанными деньгами, но это не стало произведением таким, которое, вот как сериал, допустим, «Ликвидация», который каждый год, может там, трижды в год крутить, и у него будут зрители. Конечно, в моей жизни было много фильмов, которые, к сожалению, и на фестивали не поехали, и просто не удались. Это были заработанные деньги, но заработанные деньги, честно. За какие работы вам стыдно? Ну, парочка есть. Парочка есть. Это была такая молодость. Послушайте, ну, эти фильмы ничего не скажут, я не скажу вам название. Один был снят на студии Довженко. Это была эпоха такого коммерческого кино начала 90-х, когда фильм мог снимать кто угодно. У кого были деньги, кто-то снимал. Вот. Ну, и потом я был моложе, понимаете, хотелось сниматься в кино, я не очень думал о том, что из этого выйдет. Но и был такой фильм, который я, в общем-то, стал смотреть и бросил. Я его так и не досмотрел до конца, я понял, что ничего там интересного я не увидел. Вообще, из всего общего количества своих фильмов, ну, процентов 30 я не видел. Процентов 30 не видел. Правда. Ну, вот так вот случилось. Вы стали учителем, наставником для кого-то из молодых актеров, ваших партнеров по съемочной площадке. Я с удовольствием могу поделиться каким-то опытом, но я невероятно бываю рад, когда кто-то из молодых артистов вдруг мне что-то подскажет и даже если хотите сделать замечание, скажет, вам лучше бы здесь сделать не так. Это прекрасно. Я этого прошу сам. Вы знаете, когда-то во второй день съемочный фильма «Любовник» Олег Иванович перед дублем шепнул мне на ухо подсказочку. Сказал, ты вот здесь в этом месте после этих слов сделай такую паузу. «Немного подумай, а потом ответь». Я так и сделал и понял, да, что это правильно, но в этот же съемочный день он так вот отвел меня в сторону, жестко взял за куртку и сказал, знаешь, если ты думаешь, что я буду тебе что-то говорить, подсказывать, а ты не будешь делать того же самого по отношению ко мне, мы не будем партнерами, мы не будем... И он создал такую атмосферу никакого понебрасного, но он сделал этот процесс до такой степени интересным. Мы, во-первых, очень много репетировали после съемки, скажем, шли ужинать в троём кафе с Тодоровским, а могли просто поехать к Янковскому или ко мне домой, там, где мы жили в квартирах в Минске, и сидеть, и разговаривать, и готовиться к этой съемке, поэтому я прямо вот так вот буквально не припомню, но на самом деле я это декларирую, я, если, скажем, с каким-то актёром работаю достаточно длинный период, вот, скажем, во втором сезоне сериала с Ходченковой появился у нас там молодой персонаж, вот я помню, что я с ним поговорил, сказал, Саша, ты замечательный, ты хороший, но когда ты слышишь какую-то мою инициативу по отношению к тебе, то я хочу от тебя тоже слышать эту инициативу, нет, я такие вот, скажем, условия игры, я их обозначаю, обозначаю, и я вообще люблю молодежь, вы знаете, для того, чтобы продолжать сниматься в кино и делать это так, чтобы вот, вам это нравилось, чтобы вы пошли и посмотрели мой фильм, нужно очень много брать, у меня много камней, вот здесь в карманах, которые я пульнул был в сторону молодежи, очень много, из-за чтения, из-за прозябания в социальных сетях, но нельзя, потому что, окажись, я в это время на их месте я был таким же, а не заложеньки очень непростого времени. вы говорите, что ваш отец воспитал вас правильно, строго и с ремнем, и хотели бы также воспитывать ваших детей, получилось? Я, да, жесткий папа, я не бил ремнем ни Дашу, ни Ваню, вот, но в чем-то достаточно сильно ограничивал, в чем-то пользовался методами подкупа, прямо откровенного. моя дочь она закончила восьмой класс и она была на Украине у бабушки и тогда только-только появились мобильные телефоны, еще кнопочные и вот я получил смс по кнопочному мобильному бабушке, у нас бабушкина телефона успокойся, папа, я читаю идиота уже не за велосипед. Разница в возрасте ваших детей составляет 18 лет и каково это? В этой разнице есть много интересных моментов. Ну, во-первых, к Ване, скажем, было больше внимания, больше внимания от того, что у самих было больше ума через 18 лет, чем 18 лет назад. Ума жизненного опыта. Чуть-чуть стало, может быть, больше времени. Вот. Но вы знаете, это так прелестно было порою наблюдать, когда моя дочь сокращала вот эту разницу 18-летнюю, они вдруг из-за чего-то начинали ссориться, и я видел, что она опускается до его шестилетнего уровня, и с ним и с ним это было просто забавно. Ну, это непросто для брата и сестры, но то, как они существуют, как брат и сестра, нам нравится. Негладко, негладко, но нам нравится. С шести лет Ваня осознанно смотрит советские картины. Он знает и современное кино, но раз в неделю для него обязателен просмотр советских фильмов. Зачем? Я шел от себя. Понимаете, я помню один из первых взрослых фильмов, который он посмотрел, служили два товарища, просто вытаскивалось из своей памяти то, что меня волновало, потрясало, заставляло смеяться или плакать, или еще что более важно оставалось со мной на всю жизнь в моей голове. Вот это я ему и советовал смотреть. Он посмотрел огромное количество советского кино, на котором я вырос, и французского, и американского, и классического. Я его научил смотреть кино. Вот. И сейчас уже я эти списки не продолжаю, он смотрит достаточно много. Вот. Ну и послушайте, на него у меня камешки тоже есть, и они в него летят. Сейчас ему шестнадцатый год, сейчас я уже не составляю эти списки, а сейчас, скажем так, вот недавно прямо в этом городе я находился на съемках, летом он мне звонит и говорит, папа, на Нетфликсе появился сериал «Игра в кальмара». Это нужно смотреть, папа, обязательно. Российские зрители подготовили список наших актеров, которые могли бы сыграть в адаптации «Игры в кальмара». Вам досталась роль организатора турнира, старика Оильнама. Вам было бы интересно сыграть этого персонажа? Неплохая роль. Не выдающаяся, но неплохая. Кстати, как раз сцена с этим стариком в самой последней серии, вот она меня не восхитила, она несколько, чуть-чуть затянута, она немножко притормозила сериал. «Игры в кальмара». А вообще-то, ну сам сюжет и поворот, что это он был участником и организатором этого эксперимента, это интересно. Ну, спасибо за такие мемы. Вы как-то сказали, я хочу, чтобы мой сын пошел в армию. Из меня армия сделала мужчину. Вы и сейчас этого хотите? В какой-то момент моя жена говорила, он категорически ни за что не пойдет в армию. А я говорил, что пойдет. Наступил момент, когда она сказала, да, он пойдет в армию. Слушайте, это достаточно серьезный, социальный, человеческий вопрос, который, понимаете, с одной стороны, я вовсе не против того, что в нашей стране появилась профессиональная контрактная армия. Но, с другой стороны, видите ли, действительно, на самом деле, несмотря на то, что я в 15 лет уехал от мамы и 3,5 года прожил в другом городе, как совершенно самостоятельно, обслуживая себя полностью, то есть, мне некому было постирать сорочку, погладить брюки, понимаете, если мне хотелось приготовить что-то вкусное, то это тоже нужно было сделать самому. Вот, я уже был достаточно самостоятельным человеком. И все же, я считаю, что мужчину из меня сделала армия. непростая, жесткий, мужской коллектив, достаточно тяжелый физический труд. Вы считаете неправильным то, что срок службы в армии сократили до года и даже, как пишут, шепнули об этом Шойгу. Как он отреагировал? Я не шепнул, я сказал открыто на творческом вечере у Шойгу в генштабе, что вообще, Сергей Хожигедович, если бы это было в вашей компетенции, нужно на каком-то собрании сказать, что жалко, что осталось у молодых ребят один только год армии, нужно два. Я сказал, я это не шептал, а сказал открыто при всей аудитории. Он улыбнулся. Вы очень любите Достоевского и согласны с ним в том, что русский человек без страданий не может. А вы по какому поводу страдаете? Не вообще, скажем так, такое слово, как выстрадать. Выстрадать какую-то свою идею, выстрадать какую-то мечту, выстрадать какое-то дело, которое ты хочешь сделать. И если там присутствует вот это чувство страдания, которое может быть безусловно с разными знаками, может быть быть страдания с огромным знаком плюс. Я ухаживал за своей женой, мы познакомились и в институте студентами, и в начале это было такое, скажем, не совсем взаимные взаимоотношения. Мне приходилось чего-то добиваться, вот, и страдал я? Да, страдал. Но это вот именно такое страдание со знаком плюс. На зимнем фестивале искусств в Сочи вы представили премьеру спектакль по мотивам повести Федора Достоевского «Кроткое». Что эта постановка значит лично для вас? Вообще, я в таком, честно говоря, скажем, не участвовал, потому что, понимаете, читать текст с оркестром с пюпитра, что в основном я и делал до этого, это дело замечательное. Это интересно, это определенный способ такой существования артиста. То, что мы привезли сюда, Достоевский, это все-таки полнометражный драматический спектакль. Но драматический спектакль с участием оркестра, где оркестр это не просто музыкальное оформление, где в нашем спектакле оркестр это, в общем-то, действующее лицо. Вот как будто из оркестра из этого какая-то в меня вставлена игла, по которой меня качают какой-то адреналин. Потому что текст у тебя на пюпитре, и это никогда не репетируется много. У нас было не такое большое количество сценических репетиций с декорацией. Какое обычно бывает. То есть мы несколько были в таких экстремальных сроках, особенно перед выпуском спектакля. Я невероятно нервничал. Правда. Ну, во-первых, я давно и не играл. Ну, как скажем так, давно не репетировал. Но два года я не репетировал. Ну и вообще нервничать и волноваться это хорошо, если в тебе это есть. Потому что ну вот наверное как только я выйду к вот этой границе кулисы и почувствую, что я совершенно не волнуюсь вообще, ну наверное на этом нужно поставить точку. Какое время нужно помнить и не пропускать, чтобы потом не раскаиваться? Время побед, время поражений, время, когда тебе не очень хорошо. Не нужно это время забывать. как узнать какие люди для тебя самые нужные? Это понять невозможно, это можно только почувствовать и узнать. Понять нельзя. Прожить с этими людьми какую-то часть жизни, сделать какую-то работу. Как понять, какое дело изо всех самое важное? Нужно много читать, трудиться и в какой-то момент ты почувствуешь счастье от того, что ты делаешь, вот это и будет самое важное. Отец двоих детей, артист, проработавший 36 лет в театре, иногда снимающийся в кино. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА